Так, приветствую всех зрителей моего канала. Значит, еще раз наша история в лицах. Эти двое взорвали Харлан. Эти двое – протагонисты Телс оф Фантазия. Только на минуточку. Они, конечно, со Селли, только у Клеса СГ с Ориджи нам идет. У одного единственного из всех. Вот они у нас на стороне Айя приходили. Клес и Минт. Это вот они спиной стоят. Так, значит, Даус хочет семечка от нас. У нас я не могу только вам сказать. Это осколочек или это в натуре королева по сети через терноног? Вот это я не знаю. Не могу сказать вам точно. Если королева по сети, мы вообще все пропали. Так, дальше. Даус хочет семечка от нас. Наш Десендер выглядит сейчас вот так. Так. И Даус хочет семечка от нас для Харлана. Т.е. для нас и Близнецы, и Ориджин, от которого запитка у Клеса, как и все остальные духи, и Даус, короче говоря, все. Они пришельцы с Харлана для нас здесь. Но у нас пересажено дерево с Харлана. То есть мы ничуть не лучше. Мы такие же пришельцы, просто которые тут живут уже долго. Потому что дерево пересажено с Харлана. Поэтому Даусу нужно семечка от нас починить все у себя. Где жили они вот. Возникает вопрос. Мы сейчас гостим там, где якобы были созданы все духи, начиная с Ориджина. Айфредом созданы. Айфредом, который стыкуется с Паттия из Всперия. Вполне нормально. По лору радиантов, который нам нужен здесь, никто никаких духов не создавал. Они раньше, чем в физике первое поколение сошло с веротропы, были в мире. У зеленого кластера своя история создания. Там некий бог из ничего сделал чего. То есть там явный ресет. Это после роднорока все происходит. В зеленом. Весперия в зеленом. Корень в синем. Ну тогда что получается? Харлан от нас? Получается Харлан от нас. Если их Харландского Ориджина никто не создавал, который перезапустит все на оселе, и ситуация придет к тому сюжету, который вы знаете по фантазии, в который я приходила сюда, получается, да. Здесь у меня были очень смутные сомнения. Тут двоякая ситуация. Это вполне может быть королева по сети. А не осколок. Эта сеть настолько дикая вещь, что раз она добивает сюда, она наверняка добивает и в обратную сторону. Потому что, ну, ни у кого, у кого еще есть власти, ни у кого так крыша не едет. Это слишком подозрительно. Так что мое последнее слово все-таки будет королева по сети. И тогда даже если браслет на самом деле технологии нашей синего, и Лазарес действительно знает, как с этим всем обращаться, и Интелестия – это такая утопия, где можно все это переколпаковать так, что действительно все это будет, в общем-то, вменяемо. Хотя вам, конечно, всю цену здесь не назвали. Там явно очень много осталось за кадром. Очень много осталось за кадром. На этой стороне полезли веселые подробности про Интелестию. Понимаете, здесь две проблемы. Первое, что, конечно, у нас очень много этих вот сущностей, которых просто, в принципе, травит негатив. Поэтому Интелестия, лишенная негатива, она действительно выглядит, как рай, но вот именно, что рай такое, все там чинно, как в морге. Здесь тоже морг, но не чинно. Ничего здесь. Есть персонажи, которых больше нигде нет. Например, вот эта вот маленькая королева, отколовшаяся от основного улья, и Назамиль. То есть, игра ССФ и, соответственно, Arise, Beyond the Dawn. Поэтому какое бы решение они сейчас здесь не приняли, какое бы решение они сейчас здесь не приняли, решений много разных путей. Королева вообще предлагала стать ядром. Маленькая королева предлагала стать ядром планеты новой. Давно еще. Какое бы решение они здесь не приняли, оставлять вот это вот будет очень плохим решением для Земли. в любом случае. И не похоже, чтобы здесь кто-то из собравшихся вообще об этом думал. Так что мы разворачиваем оглобля. Реально похоже. Домой. Пора домой. Пора домой. Домой. И это не в антелестию. Отнюдь. Оттуда вот. Откуда? Те, кто вот эту силу дают. 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 Продолжение следует...